Привет, друзья! Снимаем универсальный крем, который подходит для наполеона, тирамису, бисквитных тортиков, все что угодно. Он состоит из трех компонентов. Это взбитые сливки, стакан сливок с ложкой сахара. Это взбитые белки, два белка тоже с ложкой сахара и щепоточкой соли. Это холодные компоненты. И сейчас мы завариваем крем заварной. Он должен полностью остыть и только потом будем смешивать все три компонента. Молочко закипает у нас. И постепенно размешиваем с такой смесью. Это взбитые желточки остались от белка, от белков. Это ложка кукурузного крахмала и молочко. Я все взбила миксером сразу, чтобы не было комочков. Уливаем. Наша задача обязательно помешивать, чтобы желтки не свернулись. И была красивая густая масса. Тут нужно терпение. Смотрите, это такая красивая штучка. Можно заварной крем смешивать также с маслом. Но у нас такое правило. Мы не едим масло, мы считаем его маргарином. Поэтому всячески заменяем. Этот крем ничем не будет хуже того, к которому вы привыкли. И так ждем завариваться. Так вот, заварной крем у нас уже остыл. Смотрите, густой-прегустой получился. Эти две массы тяжелые, густые. Мы их смешиваем между собой. Постепенно. Ну, по полпорции, например. А затем, когда уже эта масса будет абсолютно смешанная и гладкая, мы будем аккуратно вводить белки. Потому что это самая такая легкая у нас пеночка прямо. И благодаря белкам весь крем наш облегчится. Его будет много. Так же смешиваем. Вот такая красота получается. Это взбитые сливки и заварной крем. Вот этот крем можно уже использовать полностью, самостоятельно. Может быть, вы не едите сырые белки. Или не хотите взбивать их или вмешивать. Смотрите, крем полностью готов. Только его нужно еще немножечко оставить в холодильнике ненадолго. Белки. Вот берем, например, две ложечки. И вот так аккуратно-аккуратно вмешиваем. Ну вот, друзья. Затягиваем пищевой пленочкой. И крем готов. Он может ждать в холодильнике, пока вы испечете коржики на Наполеон или тирамису будете готовить и так дальше. Из очень простых ингредиентов, почитайте в описании. Буквально стакан молочка, два яйца, немножечко крахмала, пару ложек сахара. Такая огромная, преогромная порция. Мы ее рассчитываем на два тортика. Так что готовьте с удовольствием. Всем пока!